Ой, ребята-демократы, возрадуйтесь. В руководстве одной из федеральных торговых сетей предложили выдавать людям специальные карточки, по которым народонаселение сможет приобретать в этих магазинах продукты, внимание, в рассрочку на три месяца. Слушайте, ну дожили. Война вроде-ка почти 75 лет назад закончилась. После голодной перестройки и нищих 90-х практически четверть века прошла. Последние 18 лет мы и вовсе с колен активно вставали из кризиса, пытались выйти и вот на тебе вышли. Гречку с макаронами людям в рассрочку предлагают покупать, а с другой стороны согласен. Новости о голодающей Украине ведь на сытый желудок-то надо смотреть по телевизору, это дурной сон какой-то. Начинаем. А вот это, господа, слушайте, я даже не знаю, как и назвать-то. Из Тюмени прислали. Очень надеюсь, что это просто шутка. И тем не менее, если верить автору письма, вот такой вот приказ в конце июля распространили в тамошнем многопрофильном медицинском центре Медгород. Учреждение, кстати, государственное. Итак, читаем данный приказ. В целях работы по профилактике и борьбе с коррупцией приказываю дополнить кодекс профессиональной деятельности работника следующим текстом. Держитесь. Сотрудники должны соблюдать у себя на страницах в соцсетях самоцензуру, анализировать высказывания, фото, видео, материалы и бла-бла-бла самое интересное. В список запрещенных постов входят сообщения с критикой государства, сообщения о неудовлетворенности своей работы и запрещено также лайкать информацию, которая дискриминирует образ и репутацию медика. Я балдю, дорогие соотечественники. Какой-то Вася Кукарейкин, главный врач, причем не коммерческой лавочки, а государственного медучреждения, решил, что он вправе вмешиваться в частную жизнь своих сотрудников. Вам, мол, отныне нельзя ругать государство на своих личных страницах в сетях, тут, впрочем, не до конца понимая, а министра Скворцова и других ответственных товарищей можно? Что вообще подразумевается вот под этим понятием государство? Хотя, если вернуться лет на 30 назад, мы же все хорошо помним модный слоган того времени «Говорим партия, подразумеваем Левин», ага. Про неудовлетворенность своей работы и вообще кинуя немцы. Это как? Например, кинули человека на премию, не дай бог он где-то об этом высказался, или не соблюдается трудовой кодекс. Плевать, приказ читал, в клинике не топят, или лекарства нужные отказываются закупать, тоже помалкивай, иначе проблемы будут. Кстати, лайк вот под этой вот моей программой также ставить не спешите, господа врачи, боком оно для вас, потому что может выйти. Слушайте, ну мне казалось, я все видел. Сам когда-то работал в государственных и муниципальных СМИ, где действовали негласные распоряжения, тех не показывать, об этих не говорить. Но они были негласными, повторюсь, и у человека всегда оставался выбор, либо играть по правилам, либо освещать неполитические темы. А уж в трусы, так нам точно не лезли, в смысле в соцсети. И распоряжение касалось исключительно профессиональной деятельности того, что происходит в эфире. Если по-русски, а что мы видим в данном случае? Прямое нарушение Конституции, покушение на права и свободы человека, да еще на бумаге. В виде приказа, под которым стоит подпись нарушителя. Неужели народ и это проглотит? А следующий шаг, чинуш, каким будет? Впрочем, об этом тоже сейчас расскажу. Это реальная журналистика с новостями из мира рабства. Поехали! А дальше, видимо, нам всем дружно будет предложено выкупать вольную у барина. Это я сейчас опять про пенсионную реформу вспомнил. Хотя почему будет? Оно уже началось. На минувшей неделе уполномоченный по правам бизнесменов при президенте, экс-кандидат на должность главного в стране ТИТОВ, такую идею озвучил. Борис Юрьевич вообще предложил упразднить понятие пенсионного возраста, заменив его на другую единицу измерения, трудовой стаж. Если совсем на пальцах, условно говоря, 35 лет человек должен отработать, и, пожалуйста, дуй на заслуженный отдых. Мне, если честно, идея не кажется такой уж и глупой у военных примерно так. Во всяком случае, это работает, но я не понимаю механизма реализации данной инициативы. Между прочим, вы меня не так поняли. Да как же тебе понять, когда ты ничего не говоришь? Языками не владею, ваше благородие. Еще раз, идея, мне думается, не самая плохая, вот только подойдет она идеально лишь нынешним 20-летним. А что делать тем людям, которым сегодня 40-50-е, которые по 20-30 лет стажа уже наработали, отчисляя при этом четверть своих доходов в пенсионный фонд? Что будет с теми деньгами? Как у этих людей пенсию рассчитывать собираются? К слову, в предложении Титова есть еще один момент, который меня лично позабавил. Это как раз про вольную барина. Выкупать недостающие годы стажа, сказал новатор, можно будет приобрести, заплатив государству некую страховую сумму. Крутяк! И браво, господин Титов! Вот только не для нашей страны, такой финт ушами, страны, которая по самые уши погрязла в коррупции. Представляете, какая бойкая торговля на этой Ниве развернется? Теневая, разумеется. Это первое. Второе. На какие шиши люди станут докупать недостающие годы? У нас уже вон продуктами в рассрочку предлагают затариваться. К тому же не факт, что выше упомянутые страховые деньги в очередной раз не потеряются. Ну и третье. Что-то мне подсказывает, в случае одобрям с идеей Бориса Юрьевича, у нас сразу столько досрочных пенсионеров появится из числа каких-нибудь лист песковых и будем содержать этих бездельников уже официально. В общем, ну не выходит у меня каменный цветок пока. Кстати, о бездельниках. Продолжаю публиковать анекдоты от наших депутатов, ну а о тех, что кинули своих избирателей, когда проголосовали в первом чтении за повышение пенсионного возраста, а теперь пытаются объясняться с людьми. Федоров, помните, я осетовал, что это молди МВФ с Трампом на единую Россию надавили? Им польская вообще что-то про зону комфорта плела, в которой старики окопались. Свежий Перл из Братской теперь внимание. Вы же не дурака избрали? Вы же понимаете, что мы любого, вот вы мне доверяли 14 лет. 14 лет я вам рассказывал, вы видели мои дела, вы читали о них, я вам отчитывался. 14 лет, и вдруг я в один момент с чего-то, вы читаете заголовки, думаете, о, он, наверное, с ума сошел у нас, пора его менять. Вот я один из 450 депутатов, 450 человек. Ну что толку, что толку, если бы я просто хлопнул дверьми и вышел бы? Кто бы меня завтра пригласил? Вот я бы задал вопрос министру, написал бы, они сказали, да коты, ты не поддерживаешь, ты здесь хочу, здесь не хочу. Я поддержал. На видео избранный не дурак Андрей Чернышев, и мне прям нравится, какие нелепые детские отмазки товарищ лепит. Да, ребята, я вам подложил свинью, сделал гадость, струсил, с кем не бывает. Но что я мог? Я же один на том поле брани. А если честно, знаете, как пугает перспектива остаться без депутатской зарплаты и депутатских привилегий? Вы же зачем меня вдумато избираете на протяжении 14 лет? Нет, правильно. Чтобы я отсиживался в кустиках и делал вид, что от меня что-то зависит. Там еще, к слову, полдумы, таких на самом-то деле. А вот откуда они берутся под кустом? А вот это науке еще неизвестно. Радует, впрочем, что не все под кустомные выползни, то есть члены партии реальных дел, конечно же, оказались такими с***выми. Удивила, например, Паку Луонская, вот уж от кого не ожидал, отказавшись голосовать за данный проект закона. Матрос Железняк не поддержал инициативу председателя партии Димона, ну и отдельная благодарность выдающемуся советскому спортсмену Фетисову и не депутату, а главе Магаданской области Сергею Носову, заявившему только не в моем регионе. Всего в Госдуме 8 единороссов данный законопроект не поддержали, не проголосовали за него. Почему? Я, если честно, затрудняюсь ответить, однако не думаю, что из большой любви к народу населению там же своя подковерная возня постоянно происходит. Возможно, это очередная многоходовочка. Или кукловоды между собой не могут достичь каких-то договоренностей, поэтому ручные фронтмены публично брыкаются. А может, просто народу перед выборами захотели косточку кинуть, показав таким образом, что и в единой России тоже нормальные люди встречаются, ну, как Жириновский минувшим мартом, помните, всех развел всю компанию, хаял дядю Воу, а в итоге народ-то, оказалось, правильный выбор сделал. Это не только Россия, но это и верховный правитель всей планеты Земля. Потому что никто ничего никогда не сделает без России. А вообще, знаете, есть такое красивое понятие развод? Нет, я сейчас не про Петросяна со Степаненко, я про совершенно другой его смысл. И вот как раз в этом смысле нас с вами имеют постоянно с каждым днём жёстче. Впрочем, мы молчим, улюлюкаем, улыбаемся и машем. А я будь хоть дедом преклонных годов, реально по жизни, по сути, немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин! Ладно, всё, закругляться пора. И это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху. Полезного и интересного больше. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть над чем подумать. Вдруг я добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok